Графы используются зачастую для того, чтобы продемонстрировать что-то. А на самом деле дисциплина теориографов существует как самостоятельная, и в ней, конечно же, есть свои задачи, которые изучаются. Так вот, в том числе изучаются задачи, связанные с так называемыми спектральными свойствами графов. И об этом в том числе я буду говорить сегодня, только не обо всех графах сразу, а я буду говорить только о тех графах, которые совсем недавно появились. Семейство графов называется графы Диза, и вот именно о спектральных свойствах этих графов Диза я буду и говорить. Сразу хочу сделать маленький комментарий. У Андрея Викторовича вчера тоже звучало слово спектр. Спектральной теории не было, но было понятие спектр. Так вот, то, о чем я буду говорить, имеет отношение именно к спектрам матричным. То есть если у нас имеется граф, ну а что такое граф, наверное, все-таки все в этой аудитории знают. Значит, если у нас есть граф, то по графу можем построить матрицу, это будет бинарная матрица размерности, соответствующая размерности графа, и тогда вы можете построить собственные значения, найти их кратности. Вот это мультимножество, то есть собственные значения вместе с кратностями, различные собственные значения, это и будет спектр. Ну, отсюда вот и появляется такой термин, как спектральная теория. Значит, графы Диза являются обобщением сильно регулярных графов, и я еще хочу сказать спасибо уже ушедшему предыдущему докладчику за то, что он вел достаточно много понятий, которые мне понадобятся. Я буду говорить немножко по-другому. В целом у меня доклад построен очень наивно. Я вообще хотела его сделать в картинках, как я обещала, но мне не удалось до конца в картинках сделать, будут еще слова. То есть другими словами то же самое, но немножко по-другому, немножко с другой стороны, и немножко про другое. Ну, и теперь, значит, результаты, которые будут сегодня в докладе представлены. Это все то, что было получено за последние примерно 2-3 года, совершенно новые результаты, и они были получены на основе совместных работ вместе. Вот первый здесь – это Владислав Владимирович Кабанов из института математики и механики имени Красовского Екатеринбург. Это, собственно, человек, который является вдохновителем создания этой самой теории графов Диза. Его ученик Леонид Шалагинов из Челябинского государственного университета. Он занимается в том числе перечислением графов Диза, компьютерным перечислением, а также некоторыми конструкциями, которые позволяют получить эти графы. Дальше у нас идет целая команда иранских ученых. В первую очередь, это Саид Агбари из Шарифского университета технологий Тегерана. В том числе он работает и в институте прикладных исследований физики и математики в Тегеране. И вообще один из основных специалистов алгебры, также два его ученика. Ну и последний по списку, но, как говорят, не последний, далеко по значению – это Вильям Хэмерс. Это человек, который знает практически все про дистанционно-регулярные графы, сильно-регулярные графы, дистанционно-транзитивные. У него написаны несколько книг. Последняя книга его посвящена спектрам графов. Она вышла в соавторстве с уже упомянутым сегодня Андресом Брауром. И эта книга 2012 года тоже стала настольной вместе с книгой по дистанционно-регулярным графам. Ну, вот это вот коллектив тех людей, с которыми последние годы мы работали. У нас был совместный грант вместе с Агбари, российско-иранский. И в том числе результаты были получены в рамках этого гранта. А с Лаиславом Владимировичем и Леонидом мы работаем в рамках математического центра в Академгородке, который вот и указан как основное мое место работы. Значит, вот это первая картинка, фотография. Значит, это последняя, можно сказать, очные наши работы в Тегеране. Это все было. Тут написано февраль, первый февраль, на самом деле, 1 марта 2020 года. После этого наступила пандемия, и в Иране уже было объявлено, было все закрыто. И в России у нас тоже через какое-то время уже и закрыли, на самом деле. Это не в следствии, значит, в следствии. Нет, нет, не в следствии. Ну, вот это были последние такие вживую какие-то обсуждения по тем результатам, что сегодня было. Итак, значит, как будет устроена моя сегодняшняя небольшая лекция? Мне бы хотелось сначала показать, откуда появились вот эти самые графы Диза, как они возникли из сильно регулярных графов, как обобщение сильно регулярных графов. Это первая часть, вернее, первая цель. Вторая цель – это рассказать вот о спектральной характеризации графов Диза, также сильных графов Диза. Это понятие мы ввели только в этом году. И по содержанию сначала будет исторический бэкграунд о сильно регулярных графах, о чём сегодня уже немножко сказали. Но я именно исторически буду говорить. Дальше мы поговорим о том, как возникли графы Диза, кто их ввёл, где они впервые появились. И потом уже будут новые результаты у сильных графов Диза. Это новое понятие. И новые спектральные результаты для этого семейства графов. Значит, Александр Алексеевич уже говорил сегодня о том, что такое сильно регулярные графы. Давайте я немножко на другом языке ещё попробую сказать. Итак, что у нас есть? Значит, все графы, которые будут рассматриваться в этой лекции, они все будут конечные, они все будут регулярные. Что такое регулярные? Значит, каждая вершина имеет одно и то же число инцидентных е-рёбер. Это будут графы без петель и кратных рёбер. Итак, пусть у нас есть такой регулярный граф, пусть у него имеется n вершин, и он в степени k. Тогда мы говорим, что он является сильно регулярным. Если мы делаем следующее. Мы берём любые две пары смежных вершин и смотрим, сколько у них общих вершин. Это у нас будет параметр лямбда. После этого мы смотрим на то, сколько у нас есть общих вершин у двух несмежных вершин. Это будет параметр μ. Так вот, на самом деле, когда речь шла о треугольниках в сильно регулярных графах, это и означает, что у вас, если лямбда равно нулю, значит нет треугольников. Правильно? А что такое μ? Это фактически вы смотрите на то, какие у вас четырехугольники возникают. Ну, в некотором смысле. Поэтому сильно регулярный граф имеет параметры n к лямбда μ. Я так это записываю, мне так это удобнее. Хотя на самом деле классически определяется через v к лямбда лю. Так во всех первоначальных книгах было, во всех статьях. Это стандартное обозначение, которое в том числе использовал предыдущий докладчик. Но мы под v будем понимать n, то есть это то же самое число вершин. И появилось это определение впервые, было введено это понятие в 1963 году. Было оно введено в связи с тем, что хотелось построить на самом деле новые частичные геометрии. То есть сильно регулярные графы их использовали как некоторый такой очень удобный материал для того, чтобы получить частичные геометрии, а также получить некоторые частично сбалансированные дизайны. Вот от этого пошла теория сильно регулярных графов, которая очень сильно продвинулась, извините за эту тавтологию, и очень сильно используется и сейчас тоже. Давайте посмотрим какой-нибудь простенький примерчик. Что такое сильно регулярный граф? В теории графов граф Петерсона всем известен тем, что если ты поставил какую-то гипотезу и хочешь ее разрушить, то граф Петерсон – это первый граф, который нужно использовать для того, чтобы посмотреть, гипотеза работает на нем или нет. Ну вот в данном случае это граф, который является сильно регулярным графом. Давайте посмотрим на его параметры. Итак, у него 10 вершин, то есть у него 5 вершин внешнего цикла, 5 вершин внутреннего. Он является кубическим, то есть 3 регулярным, это значит, что его параметр следующий – 3. Теперь, почему у нас 0 возникает? 0 – это значит, что для любых двух смежных вершин вы смотрите, сколько у них общих вершин, или смотрите, появляются ли треугольники. Их нет, значит, 0. 1 почему? Потому что взяли две несмежные вершины, скажем, эту и эту, и смотрим, сколько у них общих. Одна. Вот и появилась одна. То есть граф Петерсона является сильно регулярным графом с параметрами 10, 3, 0, 1. Замечательно. Дальше, какие свойства нам еще понадобятся сегодня? Нам понадобится в том числе знать о том, что всякий сильно регулярный граф обладает диаметром 2. Предыдущий докладчик говорил, что вот изучают диаметры графа 2 для дистанционно-регулярных графов, диаметра 3 и так далее. То есть этот показатель, он действительно очень важный. Следующее соотношение, которое тут указано, в предыдущем докладе вы его тоже видели. Оно было совершенно по-другому представилось и называлось прямоугольным соотношением. Это что такое? Это соотношение на параметры, на все параметры сильно регулярного графа. Оно означает, что вы можете взять число вершин и выразить его через все остальные параметры. Степень, лямбда и мю. Совершенно прекрасное соотношение. Как оно получается? Очень легко, поскольку граф диаметра 2, значит, вам нужно взять любую вершину, построить от нее все вершины, находящиеся на расстоянии 1, на расстоянии 2, а потом с двух сторон посмотреть на то, что у вас есть. Вот отсюда возникает это соотношение. Дальше то, что нам будет очень важно, и то, за что я очень благодарна сегодняшнему нашему докладчику Михаилу Волкову, где он воспел, можно сказать, оду матрицам, сильно регулярные графы, как и графы Диза, они имеют также матричное представление. Вот здесь вы видите то, как сильно регулярный граф задается матрицей смежности своей. А кроме этого, что нам еще будет на самом деле важно? Нам будет важно, что квадрат этой матрицы, матрицы смежности сильно регулярного графа, раскладывается вот в такое соотношение, где мы имеем единичную матрицу, то есть матрицу, у которой на диагонали все единицы стоят, матрица самого графа и матрица дополнения к нему. Вот так вот все устроено. Теперь, что еще? И то, о чем тоже говорил предыдущий докладчик, что всякий сильно регулярный граф имеет в точности три собственных значения. Первое собственное значение. Как мы знаем, всякий регулярный граф, его регулярность имеет кратность 1, и это всегда будет собственное значение, вот оно и появляется. И еще два других собственных значения с кратностями F и G, которые на самом деле очень удобным способом вычисляются, потому что это же целые значения, и на них возникают некоторые ограничения, которые вот этой теореме, известной теореме, это не наш результат, конечно же. Это результат, который был получен давным-давно, его можно найти в книгах. Это спектральная характеризация сильно регулярных графов, которые дают ответ на вопрос, как устроены собственные значения нашего графа. Так вот, ну мы уже сказали, что обязательно есть главное значение, которое в точности равно степени графа с кратностью 1. Дальше у нас есть, ну вот в английском варианте, либо restricted, либо non-principal, то есть не главные собственные значения, которые являются целыми. В основном сильно регулярные графы имеют целочисленные собственные значения. И они опять же вычисляются через параметры графа, что очень и очень удобно. И что весьма интригует, что в этом случае вы можете еще и вычислить кратности. Даже если вы найдете собственные значения вашего графа, то вы знаете, что кратности вычислить не так уж просто. Эта теорема позволяет вам это сделать. И это вот для того случая, когда собственные значения являются целыми. Но, как опять же было сказано в предыдущем докладе, что есть еще половинчатый случай, когда у вас возникают не целые собственные значения. И тогда они вычисляются ровно через один параметр. Вам достаточно знать только число вершин в графе. А кратности будут те же самые. Вот это спектральная характеризация сильно регулярных графов. Когда мы будем говорить о графах ДИЗА, мы будем стремиться к тому, чтобы тоже попытаться найти какие-то соотношения между параметрами. Сразу хочу сказать, что, увы, на данный момент мы не можем этого сделать. У нас нет пока таких результатов. Это то, к чему мы стремимся. Итак, что у нас имеется? Это спектральные свойства сильно регулярных графов. С одной стороны, всякий сильно регулярный граф имеет в точности три собственных различных значения. Различных – это важно. А с другой стороны, на самом деле, верен и обратный факт. Если вы возьмете любой связанный регулярный граф с тремя собственными значениями, то это абсолютно точно будет сильно регулярный граф. Вот такая вот замечательная спектральная характеризация, о которой можно только мечтать. Ну вот эти графы сильно регулярные, где они используются? Почему им так много уделяется внимания? Об этом спасибо большое Александру Алексеевичу, он уже упоминал. Они связаны с частичными геометриями. Ну вот первоначальная статья 1963 года, в ней это все появлял. Дальше были работы Ван Линта и в соавторстве, извините, не помню, с кем, 1981 года. Дальше совсем недавно, в 1920 году и в 1921 году, очень сильная команда молодых исследователей из Хорватии, которые работают вместе с Дином Кроновичем, Андрея Шво, Владимир Тончев, он сейчас в Америке, они получили новые сильно регулярные графы и частичные геометрии именно таким образом. То есть они использовали сильно регулярные графы для того, чтобы потом получить частичные геометрии. То есть по-прежнему этот подход работает. Ну а кроме этого, сильно регулярные графы использовались для классификации простых конечных групп. Они также появились у Хигмана для определения регулярных два графов и для локальных графов у Хола. Это вот так кратко, где еще сильно регулярные графы использовались. Основная литература, ну в первую очередь, вот та самая классическая книга Браура, Коана и Неймайра по дистанционно-регулярным графам, в которой только в первой главе отводится такое пристальное внимание этим графам. На самом деле уже есть электронная версия новой книги Андриса Браус вместе с Хендриком Маннельгеймом. По сильно регулярным графам они ее сейчас накатывают, обрабатывают. Поэтому если у вас будут какие-то замечания, вы вполне можете им писать, потому что это статья в доступе. Книга, это не статья, это книга. Да, это книга. Ну вот, а теперь давайте мы перейдем непосредственно к объекту наших исследований. Кто же такие графы Диза, откуда они появились? Почему они являются обобщением сильно регулярных графов? Ну, посмотрите, по определению в сильно регулярном графе у вас все жестко. Значит, вы должны в точности знать, что у вас есть смежные вершины, и у них одно и то же количество общих вершин. И вы должны знать, что у вас есть не смежные вершины, и у вас тоже одно и то же количество вершин. Давайте немножко ослабим эти условия. Что мы сделаем? Мы скажем, а мы теперь не будем зависеть от смежности. Мы будем выбирать любые две пары вершин, но только мы при этом не будем заранее говорить, смежны они или нет. И тогда возникает то определение, которое вы сейчас видите. То есть мы берем граф с параметрами n, k, b, a, где n – это у нас число вершин, k – это у нас регулярность нашего графа, а дальше у нас пусть число общих соседей для любых двух вершин будет принимать одно из двух вот этих возможных значений, либо a, либо b. Нужно только договориться, какое из них там будет b, в смысле, какое будет меньше, какое будет больше. И еще мы делаем небольшую оговорку, связанную с тем, что мы не хотим рассматривать графы, которые будут являться полными или нереберными, то есть пустыми, то есть полными и пустыми, потому что это вот те самые граничные условия, которые тебе иногда мешают в жизни. В общем, это вот из некоторых соображений возникает. Точно так же, как и в сильно регулярных графах. Где-то говорят, что они хотят и могут рассматривать их как сильно регулярные, кто-то с этим не согласен. Впервые такой граф возник, не было у него имени такого, он просто возник, этот граф. В статье 1994 года эта статья написана Мишей Дизой и его сыном Антон Диза. И статья была посвящена на самом деле многообразиям, многогранникам, вот этим вот метрическим многогранникам, на основе которых они строили некоторые графы, и они заметили, что те графы, которые они использовали, структурные свойства, которых они использовали, они в том числе обладают вот этим свойством, которое теперь присутствует в графах Диза. То есть у вас есть два типа вершин, какое количество у этих вершин, находящихся на расстоянии один или два, общих соседей. Вот это вот свойство впервые появилось в конструкции, применённой в статье 1994 года. Дальше события развивались так, что в 1999 году выходит статья. Ну, я не знаю, кто был инициатором, но вот здесь присутствует среди авторов Вильям Хэмерс, значит, он один из тех, кто, собственно, развил основы вот этой теории, и именно они дали имя этому графу. То есть в этой статье появилось вот это понятие графа Диза, как оно в этом определении сейчас сформулировано, и они назвали это как обобщение сильно регулярных графов. Ну, что они ещё сделали? Они ещё в том числе заметили, что на самом деле, когда мы говорим об обобщении чего-то, то хорошо бы использовать все возможные представления. И они тогда сказали, что да, и в этом случае тоже можно использовать матричное представление и сказать, как будут устроены графы Диза. Мы берём граф G, но он у нас конечный, наверное, вершиной, и берём его матрицу смежности. Тогда такой граф будет являться графом Диза с параметрами НКБА тогда и только тогда, когда будет выполняться вот это матричное соотношение. Что мы берём? Мы берём квадрат матрицы смежности нашего графа, и этот квадрат матрицы должен разлагаться следующим образом. У нас появляется матрица А, матрица Б и матрица единичная. При этом они берутся с некоторыми коэффициентами. Эти коэффициенты в точности соответствуют параметрам нашего графа. Это А, Б, и К – это степень. Так вот, это некоторые бинарные матрицы, такие, что когда вы их возьмёте и сложите, вы получите на самом деле матрицу, состоящую из всех единиц. То есть у вас как бы вот эта квадратная матрица, она даёт разложение по трём матрицам. Две матрицы – это на самом деле графы, о которых мы вот чуть-чуть и уже будем говорить, и И – это единичная матрица. Таким образом, есть некоторая преемственность от сильно регулярных графов к графам Диза. Итак, какими свойствами графы Диза обладают? Ну, первое, что мы хотим заметить, а я буду как бы так говорить про эти графы, сравнивая их с сильно регулярными. То есть, во-первых, сильно регулярный граф диаметра 2, и всё, точка. Здесь нет диаметра 2 и может быть больше. Кроме этого, любой граф Диза с параметрами НКБА, он может быть сильно регулярным графом, безусловно, с параметрами НК лямбда мю, тогда и только тогда, когда будут выполняться условия либо на матричные соотношения, либо же будут выполняться условия на равенство параметров А и Б. И в этом случае тогда у нас лямбда и мю, просто вот мы должны эти лямбда и мю взять из этого множества А и Б. Ну и в том числе мы можем переписать уже соотношение на квадрат матрицы именно в виде том, который известен для сильно регулярных графов, когда у нас есть единичная матрица, матрица графа и матрица графа дополнения. Что тут ещё интересное возникает? Значит, поскольку мы расширили класс сильно регулярных графов, а теперь давайте мы заметим следующее. Мы ведь можем выделить в точности графы Диза, которые имеют диаметр 2, а у сильно регулярных графов именно такой диаметр, но при этом они не будут сильно регулярными графами. Вот тогда специально такие графы назвали сильные графы Диза. То есть у них диаметр 2, и при этом они не являются сильно регулярными графами. Я пыталась найти, где впервые это определение было дано, но пока я ещё не выяснила. Я, наверное, смогу выяснить в конце концов, но пока скажем, что это фольклор. Но перечислением точных графов Диза занимаются как раз в школе Екатеринбургской, и в Челябинске в том числе. И на сегодняшний день уже есть замечательный сайт, на который вы можете посмотреть на все эти графы. А кроме этого совсем недавно на архиве была выложена статья, в которой все точные графы Диза порядка до 21, они все там перечислены. Показаны методы, как это всё делается. Это работа трёх авторов Сергея Горяинов, Леонид Шалагинов и Дмитрий Панасенко. Это Челябинск и Екатеринбург. Ну вот примерчик, картинка. Вот это вот точный граф Диза. На что тут нужно смотреть? Давайте пока будем смотреть на то, что обведено вот этими кружочками. Это вершины. Значит, что у нас? У нас тут 8 вершин. Каждая вершина имеет степень 4. Это значит, что у нас параметр 4. Теперь нам нужно найти параметры А и Б. Ну, давайте посмотрим. Если мы возьмём вот эти, скажем, две вершины или это ребро, и посмотрим, а сколько у этих вершин имеется общих соседей. Ну, понятно, что вот у этой будет эта вершина, и эту вершину, смотрим на них. И у этой точно так же. Вот у неё есть ещё одна и другая. То есть парочка появляется. Если же мы с вами возьмём вот это ребро или эти две вершины, у них будет только одна общая вершина. Верно? Таким образом, вот у нас появляется 2 и 1. И заметьте, пожалуйста, что этот граф не будет являться, безусловно, сильно регулярным, потому что для двух смежных вершин мы имеем два разных параметра. Но это будет граф Диза. Причём вот точный граф Диза, потому что у него диаметр 2. Сами можете проверить, что для любой вершины можно добраться за два шага. А ещё помимо того, что это точный граф Диза, это ещё и на самом деле эмблема нашей конференции сериальной, которая с 2014 года идёт. И вот эта эмблема двух мероприятий, которые этим летом прошли в рамках Европейского конгресса в Словении. У нас там был мини-симпозиум, и у нас была школа. И на этой школе в том числе выступал Сочер. Он делал как раз 8-часовой курс лекций, читал о том, как нужно использовать ГЭП при исследованиях и дистанционно-регулярных графах тоже. Я буду эту картинку использовать на протяжении всего дальнейшего изложения. Ну а вот пример сильно регулярный граф и граф Диза. То есть это как бы неточный граф Диза. Это граф Петерсон. Он у нас по совместительству и сильно регулярный, и граф Диза с теми же самыми параметрами. Теперь ещё одно важное понятие, которое нам понадобится для того, чтобы определить сильные графы Диза. Это понятие дети. Миша-мужичок говорит, что тут целую семью развели уже. То есть есть графы Диза, есть дети. И как же эти дети определяются? Сначала я дам первое определение. Оно будет комбинаторное. То есть у нас есть граф Диза, у него есть некоторые параметры. При этом мы делаем некоторую оговорку, что эти параметры Б и А не должны совпадать. Тогда появляются дети ЖА и ЖБ нашего графа, которые определяются следующим образом. Они, во-первых, определяются на том же самом множестве вершин. И в первом графе мы говорим, что две вершины будут смежны тогда и только тогда, когда в исходном графе у них число соседей равно А, а во втором графе вершины будут смежны тогда и только тогда, когда в исходном графе у них число соседей было равно Б. То есть из исходного графа мы получаем два нового графа на том же самом множестве вершин. Ну вот наш точный граф Диза с параметрами 8, 4, 2, он дает нам два ребенка. Один из которых будет являться объединением циклов длины 4. Это два цикла длины 4. Я не говорила о том, что дети всегда будут связаны. Когда мы берем исходный граф, он у нас связан, а здесь же вовсе не обязательно. А второй ребенок здесь появляется как дополнение к первому графу до полного графа на 8 вершинах. Вот так тут устроено. Теперь второе определение. Еще вторым способом, матричным способом, можно определить, что такое дети графа Диза. Итак, пусть у нас есть граф Диза с матрицей, это его матрица М, и некоторые матрицы А и Б такие, что выполняется вот это квадратичное соотношение на матрицу исходную. То есть она у нас раскладывается в сумму матриц А, Б и И с нужными коэффициентами, где сумма их будет равна Ж. Тогда мы говорим, что А и Б – это у нас матрицы смежности графов и соответствующие графы ЖА и ЖБ, и будут называться детьми. То есть вот это вот А и Б – это как бы соответствие тем матрицам, которые возникают. Замечательно. Значит, вот мы определили, что такое графа Диза, что такое его дети. И первое, что было получено, оказалось и вполне естественно, это было бы и рассматривать, и получить первый результат. Это результат, который связывает собственные значения исходного графа и детей. То есть если у вас есть граф Диза с некоторыми заданными параметрами, и вы знаете, как устроена его матрица смежности, а также вот эти вот две матрицы его детей, а кроме этого вы уже знаете собственные значения вашего графа Диза, то тогда в этом случае по собственным значениям графа Диза, а также по его параметрам – это все, что вам нужно знать. Вы можете полностью вычислить спектр детей этого графа. Как для первого случая, так и для второго случая. То есть полностью выписывается весь спектр. Сказала и поняла, что я неправду сказала. Не спектр ведь, потому что я в самом начале говорила, что спектр – это собственные значения с кратностями. А как вычислять кратности, мы на самом деле не знаем. То есть по собственным значениям все, что мы можем получить, это только собственные значения. Вот мы их и получаем. Ну и как пример я здесь просто показываю на том же самом графе. Если у нас это граф с параметрами 84.2, то, пользуясь нашими формулами, первыми формулами вот из того списка, что мы можем найти? Что такое альфа и бета? Альфа и бета фактически даст вам степень ваших детей. То есть в первом случае у вас получается 2, а мы говорим, что это у нас как раз объединяет циклов длины 4. А во втором случае это у нас бета. Если подставить вот и посчитать, вы получите 5. Это в точности дополнение до полного графа на 8 вершинах. Так все устроено. И вот, да, кратности. Видите, так хочется их научиться получать, что ты говоришь, да, и кратности умеем делать. Не умеем. Не умеем, не знаем, как нужно кратности. Как можно было бы посчитать кратности у графа Диза в общем случае, конечно. Не знаем, как для детей получать. И вообще кратности – это вот то, о чем нам хотелось бы знать. Но при этом имеются примеры все-таки некоторых семейств, где мы точно знаем, как устроен спектр. Именно спектр. Вот если мы возьмем граф Гиперкуба, а граф Гиперкуба – это частный случай графа Хемминга, и они используются очень активно в теории кодирования. Как они строятся? Вот здесь это все показано, но я думаю, что вы и так знаете, что это такое. Так вот, здесь спектр устроен таким образом, что мы знаем все собственные значения, и все кратности мы тоже знаем. То есть все-таки есть семейства, для которых мы это можем получить, но только для некоторых семейств. Это один из примеров. А так вот общую картину мира пока не очень понимаем. Но, может быть, просто еще мало работали над этим. Так вот, что у нас имеется? Итак, граф и Диза – это обобщение сильно регулярных графов. И со структурной точки зрения, как я вам говорила, обобщение состоит в том, что мы теперь не говорим о том, что параметры нашего графа каким-то образом зависят о смежности. Мы ушли от этого. У нас больше нет зависимости от смежности. А если говорить со спектральной точки зрения, то тут у нас имеется различие, состоящее в том, что всякий сильно регулярный граф имеет в точности три собственных значения различных, а вот граф Диза может иметь больше, чем три собственных значения. Ну и здесь, опять же, я напоминаю вам, в частности, граф Гиперкуба, у него, безусловно, больше собственных значений, чем три. Это граф Диза. Так, теперь новое понятие – это сильные графы Диза. Откуда оно возникло? Оно возникло вот откуда. В 2019 году у нас была очередная конференция Ж2, которая проходила в Китае, в математическом центре города Ичана. Туда приехал Хеммерс, и там они с Владимировичем провели беседу, где Хеммерс очень интересовался тем, а как же можно в этих самых графах Диза найти нечто такое, чтобы дети были исключительно сильно регулярными графами. Ну, на самом деле, мы и сами-то этим вопросом задавались, но когда тебе говорит такой корифей, тебе уже хочется это быстренько сделать. И тогда, в 2021 году, вернее, раньше, конечно, то есть сразу после этой конференции, вместе с Лоисом Владимировичем и Леонидом, мы начали думать на тему, как можно было бы получить графы Диза, у которых дети являются сильно регулярными графами, какие конструкции можно придумать. И оказалось, что если взять известную достаточно процедуру, которая называется дуальное переключение Зейделя, для того, чтобы получать и сильно регулярные графы, и графы Диза в том числе, так вот если ее немножко обобщить, то в этом случае можно действительно из уже известных графов Диза получать новые графы Диза уже с заданным свойством, с сильно регулярными детьми. То есть с детьми, которые являются сильно регулярными графами. Ну, эта вот статья вышла уже в журнале «Дискретная математика» в этом году, но мы там как-то не додумались еще дать определение этому всему, а потом-то стало понятно, что на самом деле возник вот этот новый объект, графы Диза с сильно регулярными детьми, и вот в статье, которую я тут пишу еще 20-21+, она была представлена в дискретной математике, но буквально вот два дня тому назад оттуда уже пришло положительное решение в целом, и в этой статье совместно с иранцами и уже с Вильямом мы как раз рассматривали спектральную характеризацию именно сильных графов Диза, и здесь мы уже ввели определение. То есть определение, да, вот определение, оно, собственно, здесь, на этом слайде, то есть сильным графом Диза мы называем тот граф Диза, у которого дети являются сильно регулярными детьми. И действительно, нам получилось, у нас получилось в каком-то виде получить спектральную характеризацию. Это не та спектральная характеризация, когда так вот тогда и только тогда и в две строчки. К сожалению, тут все немножко сложнее, и их две этих спектральных характеризаций, в одну сторону и в другую, они используют, и та, и другая теоремы, используют в первую очередь спектральную характеризацию сильно регулярных графов, ну, поскольку у нас дети сильно регулярные графы, а с другой стороны мы еще используем вот ту теорему, которая нам показывает связь между собственными значениями графов Диза и их детьми. Так вот, что у нас получилось? Значит, если у нас имеется сильный, вот сильный граф Диза, вот он у нас уже есть, это значит, что у него дети сильно регулярные графы, у него заданы параметры. Так вот, он обязательно будет иметь не более чем пять собственных значений. А вот по теореме о связи между собственными значениями графов Диза и его детей, на самом деле там можно очень легко увидеть, что вообще говоря, это число не должно превышать по собственному величине три, то есть шесть. Всего должно быть как бы не больше шести. Но вот удается показать, что не больше пяти. А вот если у этого графа заданного, сильно регулярного, извините, сильного графа Диза, если у него имеется два различных собственных значения, то тогда вы в точности можете сказать, как устроены параметры и как устроен сам граф. То есть он будет являться объединением, несвязанным объединением клик, и порядок этих клик тоже известен, К плюс один. Это вот тот случай, когда граф имеет два собственных значения. Если три собственных значения, то тут возникает, тут тоже у нас есть полная классификация, и три случая. Значит, это будет либо сильно регулярный граф с заданными параметрами, которые тут указаны, либо это будет несвязанный граф. Каждая компонента, которого будет являться сильно регулярным графом, параметры его будут заданы. Тут не опечатка, тут появляется параметр В, он вычисляется, я не выписала его, но он вычисляется в доказательстве самой теоремы. Либо третье условие, это каждая компонента будет полным двудольным графом, и каждая из этих долей содержит в точности К вершин, то есть К – это у нас степень исходного графа. Вот так все устроено, значит, если граф является сильным графом Диза. На самом деле, тут очень хотелось бы, чтобы было туда и обратно, но чуть-чуть вот не хватает для того, чтобы это сформулировать в красивом виде, поэтому мы приняли окончательное решение, что вот пусть будет в другую сторону, немножко по-другому запись. То есть спектральная характеризация 2 это называется. Что у нас теперь есть? Теперь у нас есть просто связанный граф Диза с некоторыми параметрами. И он имеет не более чем 3 различных по абсолютной величине собственных значений. Тогда что у нас получается? Тогда если граф не двудольный, то он в точности будет сильным графом Диза. В точности. А вот если он двудольный, то тут возникают две ситуации. Либо он будет сильным графом Диза, либо же нужно на самом деле взять так называемые половинные графы, и вот они будут являться сильными графами Диза. Половинные графы – это такой устоявшийся уже термин, определение здесь дается. Значит, если у вас есть двудольный граф, что вам нужно сделать? Вам нужно получить из него две компоненты. Этого графа на одном и том же самом множестве вершин. И граф у вас получается таким образом. Вы берете вершины, вернее, смежные они будут тогда и только тогда, когда в исходном графе они находятся на расстоянии 2. То есть вот двудольный граф взяли, а после этого мы берем только… Понятно, да? То есть мы как бы в долю должны вернуться, мы рассматриваем все те вершины, которые в одной доле. Вот отсюда и возникает вот эта вот половинчатость. Он же двудольный на самом деле. Ну вот здесь мне удалось найти, где этот граф в том числе введен в книге 89-го года. Здесь ссылка на это есть. И в целом эти графы очень активно сейчас используются, потому что двудольные графы действительно имеют очень большие прикладные значения. Значит, вот так вот со спектральной характеризацией все устроено. Но нас еще интересует целочисленность. Почему нас это интересует? Два аспекта. Первый аспект связан в том числе с тем, что вот сильно регулярные графы в целом всегда являются целочисленными графами. Нам тоже хотелось бы получить какую-то аналогию и найти результаты, показывающие, в каком случае сильные графы Диза будут являться целочисленными. Ну вот тут теорема, в которой все эти условия выписаны. От чего они зависят, эти условия? Значит, что нам нужно взять? Итак, мы берем сильный граф Диза, у него есть какие-то параметры. Теперь мы говорим, что вот пусть у него есть один ребеночек, про которого мы знаем, что он сильно регулярный, знаем его параметры и знаем его собственные значения. Тогда пусть у нас М – это будет матрица смежности нашего сильного графа Диза, то есть вот ребенок его один хотя бы известен, и мы знаем спектр. И если мы знаем спектр его, то есть собственные значения всеразличны, кратности их известны, то тогда одно из вот этих утверждений должно выполняться. А утверждения эти, опять же, имеют отношение квадратом собственных значений, что фигурирует и в спектральных свойствах сильно регулярного графа, и, собственно, оттуда это все и возникает. То есть вот то, что тут длинно написано, вся эта интегральность, она связана как раз с квадратами собственных значений именно исходного графа, поскольку у этих графов усильного графа Диза, а также у его детей, имеется достаточно серьезная связь. Когда мы этот результат получили, мы потом поняли, и Вильям потом нам подтвердил, что это обобщение результата, который был когда-то доказан в 2011 году для так называемых divisible design графов, но вот графы Диза тоже обобщают эти графы в том числе. То есть получено еще такое обобщение. Еще второй аспект, я сказала два аспекта, почему нас интересует целочисленность. Значит, вот в 1974 году Фрэнк Харари и Швенг задались вопросом о том, а как можно охарактеризовать целочисленные графы, то есть какие графы имеют целочисленные спектры. Ну и на сегодняшний день проблема характеризации целочисленных графов по-прежнему открыта, ее решают частями, для деревьев, для регулярных графов, полная характеризация получена для кубических графов, для четыре регулярных уже не все известно. Ну и хотелось бы понять, а как у вас графа Медиза все обстоит? У нас регулярный граф, может быть, что-то тут можно сделать? Да, ну а по определению мы считаем, что граф является целочисленным, если его спектр, то есть спектр, это значит, что все его собственные значения являются целыми числами. Так вот, из теоремы предыдущей, вот этой и еще предыдущей. Детишки на самом деле всегда будут, вернее, дети сильного графа Диза, они всегда будут целочисленными графами. То есть вот это вот такое очень простое следствие, но очень приятное, и вот это вот красиво. Еще один результат, который мы получили, и этим у нас надоумил Акбари, мы бы, наверное, сами никогда не сообразили, но вот он говорит, что на самом деле сингулярность, сингулярные графы, это графы, у которых всегда имеется, ноль как собственное значение, они очень важны, и поэтому мы получили результат, здесь вот компания все то же самое, то есть я тут не записала, что всякий сингулярный сильный граф Диза, он будет являться целым, целочисленным графом с четырьмя собственными значениями. То есть вот такой еще результат. Этот результат так очень хорошо был оценен Эдвином Ван Дау, потому что у него целый цикл работ, есть посвященный исследованию, в том числе дистанционно-регулярных графов с четырьмя собственными значениями. Ну и тут вот еще есть, у меня парочка слайдов про дистанционно-регулярные графы, но для того, чтобы объяснить, наверное, мне нужно чуть-чуть побольше времени. И опять минут осталось, да, поэтому я, наверное, не буду об этом говорить, но в целом характеризация, когда дистанционно-регулярный граф будет графом Диза, мы про это уже немножко понимаем. Мы еще не все про это знаем до конца, но мы уже понимаем. То есть вот если есть дистанционно-регулярный граф, то он будет являться графом Диза вот тогда и только тогда, когда одно из этих условий выполняется. Но тут вот много обозначений, которые нужно было бы объяснять, и это займет гораздо больше времени. Давайте я лучше остановлюсь на том, чего нам еще не хватает для счастья в этой жизни. Ну вот помимо того, что мы пока не очень понимаем, как нужно в целом делать спектральную характеризацию графов Диза самих по себе, то есть вот можно ли какую-то теорему такую красивую сделать, это нам не очень понятно. Дальше нам хотелось бы сделать характеризацию с четырьмя и пятью собственными значениями. Кроме этого, то, чем интересуется, ну вот в частности, Вильям Хэмерс, это характеризация из-за спектральных графов, то есть если у вас два графа не изоморфные, но при этом у них один и тот же спектр, то есть много ли таких парочек существует? И будут ли, например, такие пары, что один граф Диза, другой сильный граф Диза, или такого невозможно? Вот такого типа вопроса. Характеризация всех целочисленных графов Диза, ну и исследование кратности по возможности получения каких-то аналитических формул, что ли, позволяющих себе точно вычислять. Ну вот это все, наверное, что я хотела сказать. Спасибо вам большое за внимание. Еще раз спасибо организаторам, что позвали меня на конференцию, в которой графов не так много. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин